Меня зовут Владимир Иванович, я приветствую на своем канале. Недавно снял на канале фильм, как изготовить малогабаритный распиловочный станок. Сегодня второй фильм, продолжение этой темы. И в этом фильме я расскажу о размерах, чертежах, о некоторых особенностях этого станка и проведу испытания. Напомню, за основу я брал ручную циркуляционную пилу фирмы Status SP190PR. Мощностью 1400 Вт. Одну из характеристик я хочу прочитать. Глубина пропила до 65 мм. После изготовления пилы я вставил вкладыш. Вкладыш этот, соответственно, забрал глубину. Сейчас я померил высота пропила, составляет 56 мм. На одной стороне у меня штурвал для подъема и опускания пилы. Посчитал. Получилось очень хорошее совпадение. 56 оборотов. То есть за один оборот пила поднимается или опускается ровно на 1 мм. Красота. Легко будет считать. В сегодняшнем видео постараюсь ответить на те вопросы, которые поступили от моих подписчиков. Один из вопросов, как изготовить такой станок, не имеющий хороших станков и оборудования. Потому что в фильме я показывал применение даже токарного станка. Друзья, я вынес болты регулировочные за корпус станка. Если у вас нету возможности изготовить новые болты, оставьте старые. И про регулировки будете лишь наклонять корпус станка для выполнения регулировки. Друзья, можете распустить фанеру, имеящее такую пилу. И думаю, если вы будете делать станок себе под пилу, купите несколько дисков. В том числе и купите диск по ламинату. Он всегда вам пригодится. В дисках по ламинату совсем другой угол. Он не производит сколу. Края можно обработать фрезером. Один из моментов я показывал соединение, выполнял на шкантах клей. Если у вас отсутствует приспособление, и вы не желаете, хотите ускорить эти соединения, можно собрать на саморезах. Ну, на конфермат. Чтобы прорезать паз, конечно, надо иметь фрезер. Прорезать ручной, циркуляционной пилой сложный и качественно выполнить эту операцию, друзья, не получится. Напомню, для изготовления станка я использовал водостойкую фанеру, которая идет для опалубки. Размер листа 1200, длина 2400. Вес около 40 килограмм. Стоит примерно 2500 рублей. Есть аналогичная фанера, но китайская, из тополя. С ценой 1600. Качество намного хуже. Из куска фанеры отрезал заготовку шириной 800 миллиметров. То есть, для изготовления станка требуется заготовка 800 на ширину фанеры 1220 миллиметров. Вот это кусочек. Вот это форма раскроя. Вырезается заготовка на стол. Две заготовки боковинки. И еще две заготовки вперед и зад. Вот это на чертеже. Вперед имеет размер 540 стола. Боковинки, с учетом толщины, они прячутся вовнутрь, имеют ширину 458 миллиметров. И высота стола 280 миллиметров. Столечница свисает по бокам на 30 миллиметров. Вперед и назад столечница свисает на 21 миллиметров. Вот это размер заготовок. Еще раз напомню, стол 500 на 600, вперед и зад 540 на 280 и боковинка 424 на 280. Две штучки. Вот это остатки остаются. Вот эти даю габаритные размеры стола и место, где будет выполняться фрезеровка. Это вид снизу, а вот это вид сверху. Здесь нулевой вкладыш. Размер фрезеровки начинаем с толщины, что у нас есть для вкладыша. Ламинат, текстолит и другое. В моем случае был ламинат, 9 миллиметров. Значит, вверху я должен профрезеровать отверстие, но потом 9 миллиметров. Вид снизу. Я должен профрезеровать отверстие 18 толщина фанеры, минус толщина ламинат. Опять же 9 миллиметров. Получается фрезеровка одинаковая, с двух сторон по 9 миллиметров. Я думаю, здесь понятно. Еще один размер. Направляющие алюминиевые. От центра пилы стоят на расстоянии 150 миллиметров. Несколько слов хочу рассказать об устройстве параллельного упора. Основанием для параллельного упора служат две профильные трубы 15 на 15. Длиной 1 метр. Они установлены на бруски деревянные. И с правой стороны бруски связаны между собой для придания жесткости. Первый брусок должен быть располагаться перпендикулярно пиле, перпендикулярно направляющим. Второй чисто для поддержания параллельного упора. Высота профильной трубы должна быть ниже расположена, чем направляющие алюминиевые. Здесь, друзья, можете придумать любую деревянную конструкцию, какая вам будет более удобная. Параллельный упор имеет сварную жесткую конструкцию. Для ее изготовления я использовал профильную трубу 20 на 30. И здесь проварил обрезки уголков. Своего рода получился швеллер. С внутренним размером по ширине 25 миллиметров и глубиной 20 миллиметров. По краям швеллера он имеет длину 160 миллиметров. Просверлены три отверстия. И нарезана резьба с двух сторон М4 за оператором и сверху. И от оператора резьба нарезана М8. Изнутри вкручены винты с круглой головкой М4 вперед и назад. Выкручивая эти винтики, можно изменить расстояние. То есть сам наклонить и придать параллельность нашему упору диску пилы. Чтобы винтики не откручивались, здесь стоят еще контрагайки. Предусмотрен еще механизм фиксирования параллельного упора. Толстая шайба. Отверстие просверлено со смещением. То есть при нажатии получается прижим идет. Для четкой работы надо ставить еще язычок. Вот здесь стоит еще маленький язычок. Вот здесь болт. На болту этот язычок вращается. Еще раз напомню. Вот эти два винта. Перемещая их, мы изменяем угол. И наклоняем упор. То есть мы можем упор выставить параллельно нашему диску. Вот этими двумя винтами наклоняем и создаем 90 градусов между упором и между столом. Впереди просверлено отверстие нарезанной резьбой М6 чисто для поддержания. Самое главное забыл сказать. Профильная труба и уголок сварены с промежуточным вкладышем. Сейчас я покажу вам на чертеже. В технической размере, когда я выставлял, зазор между упором и между столом был 2 миллиметра. Чертеж очень сложный, но вы, друзья, разберете. Профильная труба в сам упор. И между ними обязательно стоит вкладыш. Минометаллический. В моем случае получился 10 миллиметров. Здесь приварены 2 пластины. И на пластинах варено колесико с эксцентриком для фиксации параллельного упора. Итак, небольшие тестовые испытания. В родной диск на 190 миллиметров хочу отстелить термососна. Вторая заготовка. Остался у меня фанера водостойкой. Хочу попробовать и посмотреть на срез. Я знаю, что диск этот для такой фанеры не приспособлен, но тем не менее хочется проверить результат. Одеваю средство защиты, потому что отсюда в любом случае дал на пыль лететь. Включаю пылесос. Вот такое качество реза. Еще раз скажу, чтобы добиться очень хорошего гладкого реза, надо иметь несколько пильных дисков. Это золотое правило. И попробую здесь. Сколы, конечно, будут, но тем не менее проверить хочется. Верхний рез, скажем, гладкий. Нижний небольшие заусенницы. Но результат радует. Я ожидал даже хуже. Так, теперь хочется проторцевать заготовки под 90 градусом. Часто моих зрителей спрашивают, для чего нужен нулевой вкладыш. Для того, чтобы пилить вот такие заготовки, друзья. Вы видели, сейчас вылетел обрезочек. Если бы не было нулевого вкладыша, этот обрезок бы провалился и попал в корпус пилы. Вот для этого и служат нулевые вкладыши. Качество распила. Могу честно признаться, что ожидал даже немножко хуже результата. Результат меня радует. Пильный диск довольно-таки оказался хорошим. Ну что, под углом немножко, да? Ну, угол любой выставлю, просто так, на глаз. Я думаю, здесь сам принцип понять. Специально задержал внимание показать, что даже такой маленький кусочек пила не выбросила. Немножко сдвинула. Это хороший показатель. Значит, присутствует мало вибраций на диске. Ну, это такое пиление. Можно выполнять сегменты. Вот я переворачиваю. Плотное соединение. Я думаю, что на такой пиле уже можно изготовить сегментное соединение. Легко изготовить. Посмотрим на станок еще раз снизу, друзья. Пила устанавливается в двух положениях. 90 градусов и 45. Ну, и промежуточные градусы. Для 90 градусов предусмотрен свой уголок. Для 45 градусов максимальный предусмотрен тоже уголок. То есть, я меняю пружину. Видите, как снимается пружина. Легко и одевается. Фиксатор подъема наклона пилы. Вот такой он работает на 90 градусов. Когда прямой угол. Когда 45 градусов и другие углы, я его снимаю. И устанавливаю родной. Механизм подъема все работает четко. Пила выставлена под 45 градусов. Проподумает немножко заготовку. Можно пилить с этой стороны, можно пилить с этой стороны. Если с этой стороны пилить, то будет пила прижимать заготовку. С этой стороны, с правой стороны немножко приподнимает. Надо придерживать. Вот такое качество реза. Рез вполне хороший. И такая глубина пиления. Нормальное пиление при 90 градусах получается заготовка 50-50 миллиметров. При наглоне 45 градусов, то есть при потере, можно распилить 25 миллиметров. Ну и можно торцануть заготовку еще с этой стороны, чтобы прижималась деталь. Максимальное пиление. Видите, насколько рассчитал каретку плотно, что пилил медленно. Даже запилило немножко. Вот такое пиление происходит на малогабаритном распиловочном станке. Конечно, серьезные испытания надо производить, когда много работы. Работа разнообразная. Небольшое дополнение я хочу сказать тем, кто хочет применить трос в качестве подъема пилы. Механизм работает отлично. Одно замечание только. При максимальном подъеме пилы трос как бы натягивает пилу. И пила немножко наклоняется. Поэтому при подъеме пилы я фиксирую ее здесь ключом. Ключом. И отпускаю назад пару витков, снимаю напряжение троса. Остаточное напряжение. Тогда диск выравнивается и становится в нормальное положение. Идеально ровно, 90 градусов. Потому что трос в любом случае немножко наклоняет, тянет весь механизм. И пила, скажем, наклоняется на небольшой угол. Поэтому при максимальном подъеме делаю оборот, полтора оборота назад. Убираю остаточное напряжение. Это одно замечание. Второе замечание по поводу пылесоса. Друзья, если у вас отсутствует пылесос и вы будете работать без пылесоса, снимите половину кожуха с пилы. Чтобы опилки сыпались внутрь пилы. И не забивались в кожух. С кожухом работа только когда есть пылесос. Задавайте вопросы, комментируйте. Я буду до новых встреч. Всем доброго. С уважением. Владимир Иванович.